За штурвалом Терека капитан с 40-летним стажем Сергей Финенко. За годы своей работы он прошел по рекам сотни тысяч километров. На ледоколе бороздит речные просторы третий год. Говорит, машина надежная и ни разу не подводила. Активная фаза ледохода на реке Самара затруднила сообщение Самара рождественно. Сотрудники судоходной компании стремятся быстрее открыть навигацию. Ледокол Терек может расколоть льдину толщиной до 40 сантиметров, а шугу и до 60. Обычно самые активные месяцы работы приходятся на ноябрь, декабрь и середину марта. Но в этом году уже сейчас на Волге почти нет льда. Аномально теплая погода и работа ГЭС способствуют обильному образованию торосов, промоины и накоплению льда у береговых линий. Из-за сложной ледовой обстановки в этом году навигация началась непривычно рано. Следит за сердцем корабля Вячеслав Дудин. Мощность судна – 2000 лошадиных сил. Для механика дизельный мотор как конструктор для ребенка. Ежедневно он несет службу и проверяет каждый винтик ледокола. У меня все свистит, с ума крутится. Тепроход простой, больше ухода, чем новые. Для перевозки пассажиров по маршруту Самара-Рождествено всю зиму использовали суда на воздушной подушке. Но из-за тяжелой ледовой обстановки они часто ломаются. Пассажиры надеются, что в ближайшее время они смогут без проблем передвигаться по маршруту. Там большой населенный пункт в Рождествено. Люди ездят в больницу, по каким-то делам, в администрацию. Все это очень серьезно. Я буду уверена, что я и туда, и обратно смогу приплыть. То есть они обычно четко по расписанию ходят, да? А с воздушными подушками? С воздушными, то есть можно туда уплыть, а обратно не вернуть. Были такие моменты, что переправы никакой не было, что много подушек сломалось, даже одна подушка горела. Речной порт уже завтра планирует запустить ОМИКи. Билеты уже проданы. Елена Малютина, Василий Калдашов. События.